Это программа «День с толком» в студии Елена Кузловкина. Рада встрече с вами. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Источник повышенной опасности. К чему призывают алтайские спасатели и эксперты после взрыва газа в Новосибирской пятиэтажке? Ради сохранения здоровья на Алтае намерены усилить контроль за поставками продуктов в детские сады, школы и больницы. Без берега морского отказываются ли жители края от отдыха в Турции? Начнем выпуск с необычной, но травмоопасной аварии, которая случилась сегодня в Барнауле. Пострадавшую доставили в травпункт 9-й городской больницы. Она ехала в маршрутке, которая столкнулась с молоковозом. По данным соцсетей, в аварии пострадали две женщины, пассажирки маршрутки номер 18. Однако в Минздраве нам подтвердили только один случай. Добавили, что женщине понадобилась помощь. Она обратилась в травпункт 9-й городской поликлиники. К слову, это не первое ДТП с участием общественного транспорта за последние дни. Вот, к примеру, кадры аварии между автобусом и маршруткой. В ней обошлось без пострадавших, пассажиры отделались с неприятным испугом. Однако в результате удара в бок маршрутки были выбиты стекла, осколки стали падать прямо на людей. Как отметили пользователи соцсетей, на участке, где произошел инцидент, улица Эмилии Алексеевой, рядом с заправкой, сильный гололед. И именно он вполне мог спровоцировать ДТП. Региональная МЧС обратилась к жителям края, чтобы были осторожнее при обращении с газом. Поводом для этого послужил сегодняшний взрыв в пятиэтажке Новосибирска. В здании соседнего с нами региона пострадало 11 человек. Пять погибло, в том числе двухлетний ребенок. Судьба еще шести жильцов пока неизвестна. К месту ЧП сегодня вылетел глава МЧС России Александр Куренков. А мы между тем решили спросить у экспертов, почему в последнее время регулярно взрывается газ, гибнут люди и что с этим делать. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Утро 9 февраля. Момент взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Обрушение подъезда. Весь день разбирали завалы. На место приехала бригада территориального центра медицины «Катастроф». 473 спасателя и более 150 единиц различной техники. К вечеру сегодняшнего дня о числе пострадавших было известно следующее. Пять человек погибло, в том числе двухлетний ребенок. 11 человек в больнице. Судьба еще шестерых определяется. Как землетрясение. Все попадало, свет выключился, все тишина, поко, хорошо. Мы быстро собрались, выбежали. Я думала, реальное землетрясение. Я открыла балкон и увидела, что нет полностью подъезда. В Новосибирск сегодня прибыл глава России МЧС Александр Куренков. Спасателям и следователям еще предстоит оценить последствия произошедшего и установить причину. По предварительной версии, газ взорвался из-за несвоевременного устранения утечки. Бытовой газ взрывается регулярно. Так, за этот год ЧП в Новосибирске стало пятым по счету. 8 января хлопок раздался в Дагестане через два дня в подмосковной Коломне. 13 января в Баладикавказе. Два дня назад взрыв в Тульской области. И это только общеизвестные факты. Алтайский край, к примеру, тоже можно добавить к перечисленным регионам. Правда, у нас о взрыве известно единицам. А между тем, на прошлой неделе баллон с газом взорвался в двухквартирном доме в селе Волчий Ракит Бурлинского района. По счастливому совпадению, в момент ЧП дома никого не было. Но две семьи зимой остались без крова. Всего за этот год в результате завалов жилых домов из-за взрывов газа погибло 11 человек. Порядка 20 получили разные сложности травмы. По официальной версии, причина большинства происшествий – халатность людей при обращении с газом. Сотрудники МЧС по Алтайскому краю решили сегодня напомнить о правилах обращения с бытовым газом. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами и не допускайте работы планных приборов без притока воздуха. Сопрещается использовать газовые плиты для обогрева помещений, допускать к пользованию газовыми приборами детей, самостоятельно производить их ремонт. Опасно оставлять включенный газ без присмотра. Но ряд экспертов в области градостроительства считают, что пора обратить внимание на вопросы проектирования и возведения жилых зданий. При грамотном подходе и повышении безопасности домов число жертв можно было бы свести к минимуму. Основные факторы, влияющие на безопасность эксплуатации зданий, не должны зависеть от эксплуатации. Потому что на плохую эксплуатацию можно бесконечно сваливать, а люди будут умирать. Если есть газовое оборудование, значит должны быть контроли за газовым. Появился запах газа, автоматически отключили весь дом от газа и все. Разобрались, включили. Насколько бы жизни это спросило? Наверное, много. Однако наличие в жилых домах датчиков контроля за газованность не прописано в законодательстве. Может, самое время пересмотреть этот факт, задается вопросом архитектор. А между тем в Новосибирске продолжают разбирать завалы. Судьба еще шестерых человек на данный момент остается неизвестной. Дмитрий Дроздов, День с толком. К другим темам. Площадку для инженерных изысканий в Барнауле на улице Баварина 8 сегодня посетили участники Международной научно-практической конференции по развитию градостроительной деятельности на Алтае. На этой площадке в непосредственной близости к реке проходят инженерные изыскания для получения исходных данных для проектирования уникального объекта. Сейчас там проводят испытания свай. Продолжат мои коллеги. Оборудование, соединенное с бетонными плитами. Какое-то время датчики будут фиксировать горизонтальную нагрузку на сваи будущих высоток. Этап статических испытаний вдавливающей нагрузкой, когда определяют несущую способность свай, уже завершен. Позже все данные передадут проектировщикам для более точного расчета конструкции будущего здания и конкретно фундамента. Площадка для инженерных изысканий на Баварина 8 стала предметом изучения участников международной конференции на тему высотного строительства, который в эти дни проходит в Барнауле. Эти 44-этажные здания будут первыми высотками Сибири. Больше всего нестандартного и интересного, конечно, мы с вами будем наблюдать внутри. Это и система вентиляции, кондиционирования, которая при стандартном строительстве даже сегодня в городе Барнауле не применяется. В первую очередь, это, конечно, фундаменты. 43 метра глубиной сваи сегодня в Барнауле еще никто не делал. Под нами находятся 10 слоев, и мы, почему у нас такие длинные свайные фундаменты, мы опираемся на глины твердые, поэтому мы проходим всю эту толщу для необходимого заглубления, и получается, чтобы мы попали в необходимый слой. Красноярские лаборатории и московские лаборатории изучали строение грунтов. Скважины были для изучения грунтов на глубину почти 90 метров. Когда мост строили новый, до 39 метров изучали грунты, мы изучали до 90 метров. Аэродинамическая модель сделана, ветровые нагрузки вичины. Каркас высотных зданий возведут из монолитного железобетона. По словам главного инженера Александра Жокина, мы не увидим открывающихся створок на верхних этажах. Это связано с высотностью сооружений. 22 этаж будет техническим. Появлению у нас высоток Андрей Суртаев не удивляется. Общероссийская тенденция градостроительства идет вверх из-за уплотнения жилья. Да и к высоким объектам в Барнауле привыкли. В индустриальном районе 25 этажек больше, чем в центре. Эксперт уверен, где высокая концентрация людей, там и будет высотное строительство. Когда город уплотняется, экономика начинает по-другому жить. В основном все барнаулицы приехали из деревни. Никто не хочет жить в деревне. Все хотят, чтобы рядышком было кафе, магазин. А это возможно только при плотной застройке. Вопросы высотной застройки городов продолжили обсуждать уже в техническом вузе в рамках лекции мастер-классов. По словам ректора Андрея Маркова, эта конференция явно не будет последней. Площадка для испытания сваи в будущем будет использована для строительства высотных домов, так как важно было испытать сваи с проектной отметки. По оценке проектировщика Андрея Суртаева, возведенные высотки на Баваре на 8 в ближайшие годы в Барнауле точно будут единственными. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Бюджет Алтайского края на этот год увеличит почти на 7,5 миллиардов рублей. Такое поручение отдал губернатор региона Виктор Томенко. Корректировку главного финансового документа инициировали по результатам расходов прошлого года. Так, с учетом надбавки, затраты краевого бюджета теперь составят более 165 миллиардов рублей. Средства пойдут на дорожную деятельность и покупку новой техники. Также увеличат зарплаты бюджетникам и суммы социальных выплат. В поправках предусмотрели значительное увеличение адресной инвестиционной программы. Губернатор сообщил о строительстве в этом году семи школ и семи детских садов, а также ремонте более 30 школ. Отдельной графой в проекте закона предусмотрели деньги на финансовую поддержку органов местного самоуправления. Это больше 2,5 миллиардов рублей. Также Виктор Томенко потребовал усилить контроль за продуктами, которые поступают в школы и больницы. Такое решение губернатор принял после встречи с руководителем управления Россельхознадзора по Алтайскому краю Республики Алтай. В прошлом году ведомство проверило 295 соцучреждений и выявило, что в некоторые поставляют некачественную продукцию. Руководитель управления Андрей Миронов предложил обращаться в ведомство еще на этапе заключения договоров с поставщиками, чтобы была возможность проверить их добросовестность. И если возникнет подозрение на плохое качество или фальсификат, проводить проверку. Еще один митинг намерены провести бийские активисты. На этот раз против закрытия женской консультации в городской больнице номер один. Подробнее в сюжете. Недовольные пациентки первой поликлиники еще при встрече с нашей съемочной группой на прошлой неделе заверили, что будут бороться за свои права. Закрытие женской консультации, что называется в шаговой доступности, возмутило собравшихся. А перспектива обслуживания в ЦГБ, что на другом конце города, женщин совсем не радует. В каждом почти доме, в пятиэтажке, в девятиэтажке, мы видим стоматологию. Стоматология точно так же, я так думаю, теперь будет рядышком, гинекология. Это будут частные какие-то, наверное, услуги за деньги, опять же. Это не в интересах людей, простых людей. В тот день они и начали собирать подписи под открытым письмом губернатору края. И это при том, что в региональном министерстве здравоохранения сразу пояснили. Объединение двух медицинских организаций – мера вынужденная, хотя бы потому, что в поликлинике скоро начнется ремонт. К тому же обслуживание пациента, которые раньше проходили обследование или лечение в консультации при первой, только улучшится. В ЦГБ переведен весь медицинский состав и усилена техническая база. В условиях дневного стационара мы выполняем абсолютно все малогинекологические операции. Мы проводим прерывание беременности медикаментозным способом и проводим ряд курс-физиопроцедур. Опасения волнующихся женщин о том, что теперь на прием к врачу будет крайне сложно попасть, ведь на ЦГБ легла дополнительная нагрузка, главный врач больницы не поддерживает. К слову, он готов встретиться с пациентками и рассказать, как устроен процесс работы, чтобы всем было хорошо. Из официальных писем и ответов профильных специалистов следует, что минус в объединении лишь один – расстояние. Неужели именно это и стало поводом для проведения в центре города митинга? Валентина Федоровна – активистка Всероссийского женского союза «Надежда России». По сути, это движение, которое сформировалось под крылом коммунистов. Можно говорить, что это четвертая попытка КПРФ провести митинг в центре Бийска. Мы обязательно будем раздавать подписные листы, будем собирать подписи и против увеличения коммунальных усов, и против переноса женской консультации. Все это будем делать и просим, чтобы власти услышали простой народ. Сейчас уже женский союз попросил площадку Петровского бульвара. Намерены собраться у камня в честь основания Бийска. Заявили об участии 250 женщин, а дата проведения – 19 февраля. Ждем решения бийских властей, что они ответят на такой хитрый ход конем. Елена Кузовкина, Илья Питков. День с толком. Госпредприятие «Кучуксульфат» не оставляет попыток купить дорогостоящий внедорожник. Правда, теперь уже не за 16 миллионов рублей, как планировалось изначально, а за 9. Напомним, в прошлом году на фоне общественного резонанса был отменен тендер на закупку автомобиля. Сейчас на портале госзакупок появилась новая заявка. Из тех заданий следует, что у машины должен быть премиум-пакет, определенный двигатель и цвет черный. Более того, внедорожник должен быть обеспечен системой контроля усталости водителя и многими другими опциями. Стоимость автомобиля по аукциону не должна превышать 9 миллионов 197 тысяч рублей. Однако общественники и такие траты госпредприятия считают нецелесообразными. «Есть пределы лимитов сейчас, которые есть на уровне федеральных ведомств. Это 5 миллионов, ну, с учетом общей стоимости подращившей автомобилей. Даже в этом диапазоне, наверное, можно было бы заказать эту же модель в более бюджетном варианте, рассмотрев формат, если уж есть средства, направление их на более значимые цели, которые явно есть. В отношении доп. обеспечения нашим ребятам помочь и в рамках сборов, и региональных сборов. Ну, и семьи есть в Благовещенском районе, которым тоже эта поддержка не помешала бы». Итоги закупок планируют подвести 20 февраля. Бюро расследования Народного фронта направило обращение государственному заказчику, чтобы оценить целесообразность подобных трат. Формальной нарушения в закупке нет, но вот с моральной точки зрения все неоднозначно отмечают общественники. Спрос на отдых в Турции начал падать. Пока не массово, но бронирований стало меньше. Об этом нашему телеканалу рассказали эксперты туротрасли региона. Причин у новой тенденции несколько. Одна из главных – разрушительное землетрясение, которое унесло уже около 16 тысяч жизней. Валентина Аскерова пообщалась с представителями отрасли и узнала, как на ней отражается стихийное бедствие. Сегодня в Турции могут отдыхать до 45 тысяч россиян. Такие цифры приводит Ассоциация туроператоров России. Как сообщают СМИ, мощное землетрясение коснулось и наших соотечественников. Под завалами может находиться российская семья из четырех человек. Если говорить о жертвах, то цифры запредельные. Погибли почти 16 тысяч человек. Популярные курортные зоны землетрясение не затронуло. Кое-где, конечно, были подземные толчки, но они не привели к обрушению домов. Тем не менее, уже известно, что некоторые россияне решили повременить с бронированием. Люди выбирали себе отели, уже планировали отпуск, планировали даты. Сейчас немножко такой спрос упал из-за вот этого фона, который достаточно тяжелый, из-за этого фона соболезнования. В Алтайской ассоциации туризма отмечают, что не только стихийное бедствие – причина низкого спроса на отдых в Турции, но и ряд других причин. В настоящий момент достаточно нестабильная обстановка, и многие планируют, вернее, не могут планировать настолько заблаговременно. То есть сейчас у нас годовщина начала СВО, плюс новости из Турции с землетрясением. Это тоже не подогревает спрос. И, опять же, цены акций раннего бронирования, например, по сравнению с прошлым годом, также значительно, ну не значительно, но процентов на 15-20 изменились в сторону увеличения. Сейчас уже поговаривают, что некоторые турецкие гостиницы отказываются принимать туристов, так как в размещении нуждаются пострадавшие от землетрясения. Представители Турссферы пояснили, что отказы, если имеют место быть, то лишь для туристов, которые путешествуют самостоятельно. У туроператоров, у которых есть конкретные контракты с отелями, то есть никаких проблем нет, туристов русских размещают. А между тем, по прогнозам некоторых ученых, следующие подземные толчки могут произойти в популярной Анталии, столице Турции, Стамбуле. Но туроператоры успокаивают и говорят, не нужно всю информацию в СМИ принимать за чистую монету. Ведь многие просто нагнетают и без того сложную ситуацию. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. 71 уголовное дело за незаконную охоту хотят возбудить в Алтайском крае. 670 административных уже в процессе. Таковы данные по прошлому году. Их сегодня озвучили в Министерстве природных ресурсов региона. В частности, заместитель министра ведомства отметил, что 10 января завершился сезон охоты на копытных. Но на территории края продолжают появлять факты отстрела диких животных. В 2022 году браконьерами у нас незаконно добыто 131 копытное животное. Одна особь медведя, 20 особей пушных зверей и иная дичь, порядка 50 особей. Государственному охотничьему фонду при этом причинен вред в размере более 26 миллионов рублей. По сравнению с 2021 годом, фактов незаконной добычи животных стало больше. В этом году внесли изменения в список видов, разрешенных к добыче. К охотничьим видам теперь у нас отнесен новый вид, которого ранее не было. Это волкособачьи гибриды. Ну, в принципе, изменения вот такие. Сейчас идет подсчет численности данного вида. Также планируют ужесточить требования для получения охотничьего билета. Поэтому у желающих еще есть возможность получить его по упрощенной системе. Но до какого времени действует прежняя схема, министр не уточнил. Добавим, в Алтайском крае на данный момент около 73 тысяч охотников. В завершении выпуска немного добрых новостей. В Алтайском моральнике приютили потерявшегося лосенка. Малыш сам вышел к мораловодческому хозяйству. Около месяца назад в Алтайском районе охотники позвонили в моральник Никольска и рассказали, что недалеко от мораловодческого хозяйства бродит и ревет лосенок. Животное нашли и отправили в вольер к маленьким моралам. Детеныши назвали Мила. Сотрудники моральника считают, что она могла остаться без матери и не имела возможности добыть корм самостоятельно. Поэтому она подошла к мораловодческому хозяйству. Сейчас малышка растет, кушает сено и овес, становится ручной и привыкает к людям. Возможно, она останется в моральнике. Там планируют создать контактный зоопарк. А на этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях, на YouTube и YouTube-канале, а также по телевизору. И обязательно звоните к нам в редакцию. Номер 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok